Добрый вечер, уважаемые поклонники киберхоккея. С вами Соломон Кукушкин, самый худший в мире хоккейный комментатор. Мы смотрим выставочный матч команды Трактор и Неберт Файдер. Мне помогает сегодня суперзвезда команды Бидон Дмитрий Козлов. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Составы команд. Команда Трактор, Юра Киселёв, Антон Черкашин, Долурье Бот, Иван Нестеров, Андрей Гринцов и Ворт на воротах. Тоже Бот. Команда Неберт Файдер, Сергей Мосякин, Антон Виноградов, Артур Шабали на всём. Денис Головачёв, Николай Лапинок и Макдональд Шраме. Это Бот. Сейчас будет стартовое вбрасывание. Команда Неберт Файдер в оранжевой форме, а Трактор в белой. Мосякин и Киселёв на точке. И Юра выиграл вбрасывание, но тут же Виноградов обокрал Черкашина и пытается войти в зону. Объехал защитника пас на Шабалина, перехватил Гринцов. И Юра Киселёв пытается начать атаку с своей командой. Это Черкашин, он входит в зону. Проброс по борту Долурье. За воротами пас на защитника. Бросок почти получился, но не промахнулся по шабе Нестеров. Ой, это был Киселёв, но неважно, вот это уже был Нестеров, он бросал на месте Бот. Я думаю, в этом матче стоит обратить внимание на лидеров команды. Это два центральных нападающих, Сергей Мосягин и Юра Киселёв. Именно чип будет сроча вся атака. Вы внимательнее посадите. Да, я согласен, это самые старожилые команды, их, можно сказать, основатели. Кидывал в зону Гринцов Шабу, но там никто за ней не успел. А это Сергей Мосягин, пас на Виноградова. И ничего не получается. Пока что мы смотрим такую небольшую сутолку в средней зоне. И ничего особо интересного. Но хотя была пара хороших моментов. Виноградов с Шабой. Куда же пойдёт пас? Пас никуда не идёт. Пытался накрутить, выкатывается на пятах. Серёжа Мосягин, Шабалин. Пас на Сергея, но не прошёл. Де Лурье был на месте, на чеку. Это Андрей Гринцов, новобранец команды «Трактор». Сейчас находится на просмотре. Шабалин как-то вскочил, как на скаку. Казак лихой. Но тут же обокрали его. Это уже Юра Киселёв. Какой Динар таснулся. Да, обратите внимание. У них, видимо, ототоченная комбинация вот эта. Пока качели, Дмитрий. Да, тебе не кажется, что вот туда-сюда кота вошли, там потеряли шайбу, вышли. Ну, пока команда, да, спрессмарствует друг к другу. Больше, более активность появляют птицы. Трактор, раз он старается войти в зону с помощью вброса, пока это не очень получается. Шайбу держат, но в безопасных моментах. Согласен, но опасные моменты как были броски. Далека у Сергея, у вас один хороший момент! Вот это да, Юра Киселёв снял прямо с крюка шайбу. Может стоило чуть раньше бросать. Шайба вылетает за пределы поля. Кстати, болельщики, прошло бы заметить, трансляция идет с необычной камеры, с брофкастом. Это все, благодаря одному из защитников. Птиц, Коля, это левый защитник. Благодарим его, он, наверное, мучается, играя на этой камере, для игроков это очень непривычно. Виноградов за ворот, он такой безобразный пас создал на Денису Лобачева. Но удаление Юра Нестеров на скамейке от Иван Нестеров, я их путаю, извините. Ну что же, шанс для команды Птиц, но они быстро выбрасывают трактор, шайбу из своей зоны. Лобачев, Виноград, Сергей Мосягин входит в зону. И пас на Виноградовая потеря, шайба тут же, безобразные действия нападает. И попытка, очередная попытка, Мосягин, шайбу бросает, блокирует защитники, не опасно было. И снова Мосягин, шайба, и такая нелепая потеря. Головачев, Сережа Мосягин в коньки, но это путь-то не точно не пасыли, слишком много брака у команд. Сергей Мосягин на ударную позицию, не скидка на защитника Виноградов. Бросок, гол! Вот это неожиданность, друзья! Такой, казалось бы, стопроцентный для вратаря момент, держи ближний и все. Ну, такой невзлепый гол. Ну что же, 1-0. Антон Виноградов нашел дырочку у вратаря где-то. Вот так. Достаточно, что прозвучало. Комбинация была хорошо разыграна, переходовочка неплохая получилась. Ну, я согласен, Дим. Что же, трактор пытается отыграться? Зато, какого мяч был имел его вместе, раз под личный бросок, но вратарь выручает свою команду и Шаба покидает зону. Ну что же, бери защитник. Что же ты смотришь на нее, родной? Но Артем Шабалин сейчас имел хорошую возможность для атаки. Но, к сожалению, встать. Снова на сбрасывание и снова птицы. Живутся к воротам. И тут же трактор их останавливает. Это Юра Киселев в дворе. Киселев. Ох, как прошел! Вот это момент. Один в ноль практически, но вратарь. Баррировал такой момент хороший был у трактора. 4 секунды до конца периода бросок. Это был Нестеров, Иван. Делурье, итак, Дмитрий, как тебе первый период? Пока борьба равна идет. Команды старают себя в свою игру. Трактор больше атакует с дальней дистанции, а птицы стараются разыграть шайбу подочеку ближе к воротам. Смотрим гол. Пока, да. Пока как раз их комбинация одна в большинстве вроде, да, и принесла. Уничтож, с успехом, да. Моменты хорошие, да. Вот у трактора было, по-моему, больше опасных моментов таких. И бросали, да, брать внимание, не больше. Читили броска против двух. Ну да, бросали побольше, но бросали издалека, как бы, и там больше случайность влияет. Все же птицы пытались больше разыграть до верного. А в целом равна игра, и что по времени в атаке, что по количеству и по проценту пасов. А процент пас какой высокий, да, 70 и 72 процента. Да, стараются. Просто так нет до вершайбы соперника. Итак, команда уже по трибунам помещения готовится выйти на второй период. И у нас, что у нас, где команды? Продолжится война сейчас. Вот начинается матч. Поменялись команды воротами. И Сергей Мосягин проиграл в браслане. Андрей Гринцов. Так, смотрит, куда отдать, некуда отдавать. Отдал Ивану Нестеру, но закрыт он защитником. Ну, как так? Это пас глупый. Снова Юра Киселев. Ну, что же так, не может войти. Хорошо выстрелили Стив на синей линии. Достаточно уверенно, да, так они в защите играют? Да, салат, стоп. Ну, стали удачно. Задают войти в зону. Шабалин, какой момент, ух, какой момент. Бросал ближнюю девятку, Артем, Шабалин. Николай Лапинок не стал бросать. Снова Шабалин, бросал Гачаев. А, смотрите, гол! Вот это казус. Вот это казус. Чек-вол. Все-таки птицы очень заслуживали этого. Три подряд момента опасных броска было. И правый защитник, не помню, как, Давут. К сожалению, птиц бросал очень опасно. И Артем Шабалин имел два момента. И все же последний завершился голом. Хоть и не без везения, но все-таки это было заслужено. И опять команда такует опасно. Масягин. Масягин за воротами, держит шайбу. Вылезает опасно. Так, трактор отбился. Пытается атаковать. За воротами шайба. И бросок. По-моему, это шайб-шайб-шайб. Масягин где-то потерялся. Да, я здесь. Я вернулся. Виноградов за воротами. Накручивая там кого-то. Но не накрутилось. Бросок голого чё. Ух ты! Еще один бросок. Да. Под треском находится трактор. Вы посмотрите, как юно киселево-симсен. Тонни Аграбов в такой момент. Не получилось, брат, аэрп-спас. Так, а это у нас кто такое? Черкашин. Не получилось. А, нет, это был Иван Нестеров. Запросит меня команду трактор. Я их не очень помню. Все путаю. Ничего, в следующий раз запомнишь. Браслание в зоне. Испану да! Хороший бросок, Ванни. И снова Делурье добивал. Да, хорошо атакует трактор. Но это уже Артем Шабалин. Что-то как-то он неуверенно пытался в зону входить. Хотя простор-то для этого был пас. На Шабалина не проходит. Хороший был пас. Делурье. Опять скидка. Так-то вот трактор, да, у них такая комбинация. Очень часто не используют. Потеряга! Чеш-чайба! Но, по-моему, спас это Коля Лопинок. Молодец. Снова бросок. Это был мейстер Ваня. Так, прессанули Черкашина. Но он бьется. Смотрите, бьется. Нет, все-таки потерял шайбу. И это уже птица начинает свою атаку. Виноградов сейчас спасанет. Никому не пасуют. Жадина, говядина. Так, все-таки прорвался. Вот, посмотрите. Ух ты, еще один пас был, мог пройти на Артема. Хороший момент был. Так, какая-то там борьба, прямо фехтование. А это Гринцов. Кому же он отдаст? Ну, давай, начинаем. Там Черкашин даст. Ходил хорошо, но пас-то не прошел. Перехватил собственный игрок. И снова они могут войти в зону. Вбрасывают. Ее дурье сейчас подходит. Скидка на Гринцова. Бросай, нет, не Серёв. Ну что же, куда-то пасует. В момент был голевой. И уже кончается второй период. Давай, Сережа Босяги на последних секундах. Раздевалку. Ну что, где бросок? Мы заняли бы бросок вратарь, конечно, такой грёв. Дмитрий? Да, птицы могли, конечно, в конце сейчас забить, но что-то стали давать в игру шайбу. Лиши пасы. Теби закупили момент. Смотрим гол, да, какой? Да, гол, кризло от штанги, у вратаря, тот сей ворот, это, конечно, удача. Как в пинг-понге, он сам сидит переправил за шиворот. Так, это опасные моменты, какие-то у нас уже были. Чеки, гринцов, как вы прямо... Шереноградов по щам дают. Ну да, агрессивный игрок, что поделать? Да, всё лезет вперёд, за что и получает. Обратите внимание, 8-7 по броскам, то есть, это, получается, птицы перебросали в этом периоде, сколько? 6-3. Да, 6-3 птицы перебросали. И переатаковали. Пасы, конечно, чуть ухудшились, но это связано с тем, что стремились больше времени в атаке провести команды. Но пасы ухудшились всего на процент, то есть, по-прежнему, высокое качество паса. Да, конечно, качественная игра. Да. Команды, конечно, профессионалы. Что, Дмитрий, ты думаешь, удастся ли трактору переломить ход от этой встречи в третьем периоде? Трактору просто необходимо сейчас взять инициативу в свои руки и начать забивать на конец. А то пока не очень легко получается. И взаимодействие команды страдает. Черкашев. Но сразу попадает под большой хит Головачева. Это Шавалин. Так. Что придумает Сережа Мосягин? Сережа Мосягин тут тоже вылетел. Похоже, это уже его борт. Кенец до Гамлета бегает. Какая-то, я не знаю, некачественное действие команды туда-сюда с Шавой переходят, но... Но безопасность и без обострения это сборная России. А вот сейчас был момент хороший у Черкашина. Он, наверное, почти всех объехал. Да, и бросал. Но вратарь спас опять свою команду. Пока команда мне дается... Ух ты, истанга была сейчас! Еще нет! Бросает трактор! Прямо проверяет на прочность каждую секунду. Да, трактор зажал зону. Тихо. Опасно. Они загорелись, наверное. И потихоньку запах. Это сразу, как все вылетал Сергей Мосягин. Как лидеры команды. Сразу трактор спрят духом и пытается воспользоваться этой потерей. Я думаю, Сергей Мосягин не оставляет команду ни на секунду. И в скейпе обязательно, что он этим бубнит. Так, это Лапинок. Ну давай куда-нибудь там. Еще Головачев. Да, хороший был пас на Артема Шабалина, но не очень точный. Черкашин. И снова потеря. А потерь. Нестеров. Юрокиселев. Ну уж как туда-сюда. Опять теряет шайбу постепенно. Команда гол! Неожиданно Делурье! Как так, три защитника проспали прямо. Птицы Делурье подхватил шайбу. Один остался в ворот. Дим, ну как ты такой гол? Я вообще не понимаю, как он мог... Ну, надо сказать, код решают в таких моментах. Они очень опасны на китачке. Поэтому любой вопрос очень коварен. Чем трактор, думаю, сейчас и будет пользоваться. Страхи накаляются. И трактор возвращается. И сейчас атакует Шабалин. Да, ухта, шайб уже по скипке мышцы никакого не осталось. Идешь в Мастякинук, ой, это плот его отдает в никуда пас. Наверное, Коля золовеет шайбой, да, скипка на Главачева. Он чуть не ошибся и ничь, но уверенно себя ведет. Артем, Артем, момент еще, решил сам делать, но в принципе было неплохо. Хороший баросток в ближний угол. Братарь не поддался на ту дочку. Виноградом бросал, защитник заблокировал. Киселев, Черкашин, к дворе, Черкашин бросал, почти в пустые ворота не попал. Шабалин, Виноград, сейчас начнется атака. Нет, не начинается, замялся как-то, замялся. Но все-таки Шеба сохранил. И Долурьев охрал его. Киселев. Ну какие пасы такие, там не сочные. Ужасно, ужасно играют команды. Ну видно, что трактор торопится, хочет интеграться. Влияет очень их спешка на их качество игры. Да, в данном моменте надо не спешить, а спокойненько разыгрывать. Шайба. Шашин. Ну давай, Антон, входи. Объехал Голочева, бросает, не очень опасно. Даже такой бросок наброса, снова за воротами пас. Даже Голом Тон не ловит, почему-то. Шайба, бросок защитника, Долурье добивает. Да, трактор нажимает. Ну что, противо счет, какой бросок опасный. Это был Гринцов. Снова Долурье с Шайбой, не может Шайба выйти из зоны. Черкашин мог закончить эту атаку голом. Но не получилось. Юра Киселев. А покрал виноградов пасой. Да не пасой, почему там, Тон? Скажи, как всегда одиналишник. Как всегда одиналишник. А чё? А ну на себе. Так, Артем Шабалин. Что, обыграл защитника второго, третьего. Но не очень удачно. Так, Черкашин по своим воротам чуть не бросил. Ух ты! Сорвалась Шайба с трюка. Сергей Масягин. Потерял Шайбу. Да. Дима, смотри, как время это кончилось. Время матча это кончилось. Мы даже не заметили, что была последняя минута. В одном дыхании посмотрели третий период. Ну как тебе такой матч? Хорошая концовка, очень понравилась. Трактор все же пытался играть более командную игру. Но это им в итоге успеха не принесло. Немного не подпортило. Можно смог пештангу с отбрасывания. Еще пару моментов, когда в пустые ворота не попадали игроки. Вот это гол. О, красивый гол. А вот это еще пештангу. Ну, птицы, конечно, затащили более на высоком индивидуальном мастерстве. Но даже такие два лаки гол, я бы сказал. Да-да-да, один ближний просачивается, второй штанги ее протеряет. Ну, в принципе, тоже гол нелепый у трактора. Да, да, все три гола, они были не очень такие логичные. Хотя моменты-то были хорошие команды. Мусорные голы, какие команды такие голы? Посмотрим статистику и будем прощаться. Так. Смотрим. Смотрим. 11-12 в пользу трактора по броскам. Время равного атаки. Трактор намного увереннее провел третий период, что вылилось в один гол. Но на больше то ли времени не хватило, то ли сил. Звезды, Виноградов, Головачев и Шабалин. Все трактор, ой, все не Birdfighter. Ну что же, до скорых встреч, друзья. С вами был Сарамон Кукушкин и Дмитрий Козлов. До свидания. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok